Я нахожусь в филармоническом обществе Санкт-Петербурга, и сегодня наш герой – саксофонист Лестер Янг. Мы знаем, что саксофон появился в джазе не сразу. В традиционном джазе саксофон не очень уважали, считали, что он тихий звук, потому что гремела банджо, гремели ударные, тромбон, труба, кларнет. Саксофон иногда брали для того, чтобы появился аккорд из четырёх звуков, но соло ему, как правило, не давали, и в основном речь шла о саксофоне альтовом, потому что это было ближе как-то к кларнету, и мода была такая, что вот альтист ещё, ну, не помешает, но соло ему не давали. Поэтому мы знаем, что история, скажем, тенорового саксофона начиналась только в середине 20-х годов, а джазу уже 30 лет. А вот почему-то тенор не выдвигался. И вдруг, когда появились так называемые троичные составы, где три саксофона, они же все играют ещё на кларнетах, конечно, и три двуховых инструмента, где тромбон, вот такой состав с ритм-группой, назывался троичным составом, и в нём как бы солистом почему-то становился тенор-саксофолист в этом составе. Потому что, как объяснили потом сами музыканты, звук и диапазон самого тенора саксофона совпадают со звуком мужского среднего голоса. Как бы объяснение любви лучше делать на теноровом саксофоне, чем на немножко воющем, высоком и нервном альту, и уж, конечно, ни на баритоне, ни на каком-нибудь другом инструменте. Так вот, Лестер Янг был лириком самым главным. И сегодня, когда говорят об истории джаза, и говорят о Соколтрейне, о Декстере Гордоне, о самых известных саксофонистах, включая Майкла Брейкера и так далее, все вспоминают, что вначале это были два саксофониста. Главных. Первый – Коуман Хокинс, а второй – Лестер Янг. Коуман Хокинс был крутым, сильным, мощным и дерзким. А Лестер Янг был тихим, интеллигентным, молчаливым и очень романтическим. Поэтому принято считать, что Бибуб начинался с Коумана Хокинса, и все боперы продолжали ему, а, скажем, Кул появлялся благодаря Лестеру Янгу и его последователей – это, конечно, Стэн Гэтс, это Зуб Симс, это люди, которые стали играть Босса-Ноу, потому что надо играть мягким звуком, тихим, немножко приглашенным. Вот отсюда идет в сервере спор, кто лучше. И самое любопытное, что Лестер Янг пришел в оркестр Флетчера Хендерсона, это был танцевальный оркестр в Гарлеме с 22-го года, и там играл Коуман Хокинс на генеросексуальне, и когда Хокинс ушел, пригласили Лестера Янга, и все ждали, что он будет так же играть, так же рветь, там крупно играть, и разочаровались, а он не играет так, и ему было там неуютно. И тогда он ушел из этого оркестра, он не подошелся ни ко двору, не наступило время тихой музыки, я бы сказал так. Лестер Янг родился в 1909 году в городе Будвилле, это штат Миссисипи. Но семья переехала очень быстро в Нью-Орлеан, а потом в Миннеаполис. То есть вот такие вроде города джазовые, но не самые центральные. И мальчик получил там музыкальное образование. Сначала он увлекался ударными инструментами, но когда начались халтуры уже детские, когда он юноша играл на ударных инструментах, он вдруг понял, что очень невыгодно играть на ударных инструментах, потому что это просто из его биографии. Пока я собирал свои инструменты, а я дольше всех собирал их, пока откладывал, всех лучших девушек разбирали остальные музыканты. Я решил, что я буду играть на духовном инструменте после этого. Я не хочу играть на барабанах. И он увлекся саксофоном и очень быстро освоил этот инструмент. Кстати, на кларнете он играть не умел. Он поиграл с разными музыкантами, и всё перечислить невозможно, потому что, ну, приглашали здесь поиграть, здесь поиграть, и люди спокойно переезжали из города в город. Но самое главное, что он в 1934 году попал в Канзас-Сити и вошёл в оркестр Каунта Бэйси, и до 1940 года он был уверен этому оркестру. И Бэйси, несмотря на то, что он любил музыку резкую, жёсткую, быструю, ему очень нравится, что у него есть сексофонист, который контрастирует с его. У него был другой сексофонист, ещё один, который тоже мог играть. Там играли Хершелл Эванс, Чу Бэйри, всякие такие сильные, с низким звуком, мощным. А такой тихий, интеллигентный Лестерян, тем не менее, был украшением оркеста Каунта Бэйси, и по-человечески они очень были дружны. Он был очень приятным, интеллигентным человеком. Он долго играл в оркеста Каунта Бэйси, пока не наткнулся на один случай. Был концерт у Бэйси, назначенный 13-го числа, в пятницу. Он был суеверным человеком, сказал, а я в этот день играть не могу. Бэйси обиделся, и он ушёл из оркестра. Ну вот, он мог себе это позволить, он знал, что он без работы не останется. Ну вот, какие-то были свои фишки. Играет музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Я хочу сказать вам, что он попал в группу, которая компонировала Billy Holiday. Как правило, там Тон задавал пианист, которого звали Тони Уилсон. И надо послушать, как Billy Holiday поёт, и когда она оставляет место, чтобы играли музыканты, есть одна запись, где компонируют ей все лучшие музыканты. И она поёт какую-то песню, потом вступает Коман Хокинс, играет, здорово играет, а потом начинает играть Лестер Янг, совершенно другое звучание. И вот тут надо посмотреть, я нашёл момент, когда Billy Holiday с восхищением смотрит на игру, слушает, как играет Лестер Янг. Они, естественно, подружились. Он называл её Леди Дэй, а она прозвала его президентом, сокращённо это пресс. Это утвердилось, что мне не знали. Они дружили, это была такая плазоническая пара, если хотите. Очень уважали друг друга, и об этом написано во всех книгах, которые повествуют нам в истории джаза. Давайте послушаем, как Лестер Янг и Billy Holiday выступают совместно. Ну, одна из записей ненадолго, на минутку послушаем. Он мне очень умеет. Мой человек, он не любит меня. Он мне очень умеет. Он самый низкий человек, который я никогда не видел. Он мне очень умеет. Он мне очень умеет. Он мне очень умеет. Лестер Янко был, конечно, великолепным солистом, и мы должны послушать, как он играет полностью какую-то одну пьесу. Я предлагаю послушать тему «Несколько пенни упавших с небес». Это тема Артура Джонстона. Это очень популярный шлягер, и репертуар Лестер Янга всегда основывался на каких-то известных темах. Хотя у него есть собственные темы, о которых я расскажу чуть позже. А сейчас послушаем Лестер Янга в теме «Пеннис from heaven». «Пеннис from heaven» 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 В его жизни было много неприятного. Ну, во-первых, он не отказывался от алкоголя и не брезговал наркотиками. Тоже это было. Это было не так болезненно, как у Паркера, как это позже у многих музыкантов. Но марихуана была в моде. Они передавали друг другу, как-то все музыканты этим пользовались, а ты вот один такой не пользуешься. Это даже было не принято как-то, нехорошо. Компании были такие. На 15 месяцев он попал в армию. И вот тут начались неудачи. Впервые он почувствовал себя чёрным человеком, попав в армию, потому что там оказался какой-то белый сержант, который просто его с первого взгляда не полюбил. Не полюбил, потому что Лестрянк вёл себя как-то не так, как ведут себя армейцы. Наверное, его спросили, а наркотиками пользовался когда-нибудь, он сказал «да». Ах, так, значит, ты уже на учёте, да? Хотя в это время он не был наркоманом. Затем в его документах нашли фотографию белой женщины. Оказалось, что это его жена. Ах, ещё женат на белой женщине. Во всяком случае, нелюбовь к нему в тюрьме. Всё время придирались, и он страдал от этого чрезвычайно. Он считал, что это расовая несправедливость, что его обижают. Он надеялся попасть в оркестр духовой, который есть обычно в тюрьмах. Но ему не повезло. И он вышел оттуда немножко шокированный, немножко угасший. Но, тем не менее, он не мог не играть так же хорошо, как играл до этого. А главное, что он увлёкся сочинительством. И он написал для своего ансамбля, естественно, несколько очень забавных и хороших мелодий. Я хотел бы, чтобы в одной такой мелодии мы закрыли наш разговор о Лестере-Янге, учитывая, что лучше него не было саксофониста, который бы так плавно играл, таким легато, таким выразительным звуком и такими импровизациями музыкальными, которые можно запомнить и спеть. Вот такая музыкальная выразительность была ему очень ценна. И его высоко оценивал Норман Грэнс и приглашал его вдвое больше, чем Коумана Хокинса. Потому что многие играли уже у Грэнса современную музыку. А ему нужен был саксофонист, который лирические баллады может сыграть, напомнив о том, что джаз – это душевное спокойствие, это радость, это любовь. Давайте послушаем одну тему, где нет самого автора. На нашем популярном теме называется «Тикл ту», что значит «на цыпочках». А играет эту тему специальный оркестр, который называется «Джаз-34». Этот оркестр собрали музыканты, которые вышли из Канзас-Сити, оттуда вышли многие, и называется «Канзас-Сити-бэнд». Тут играют прекрасные музыканты, и они играют тему «Тикл ту», что замечательно напоминает нам Алистерой Янгель. «Канзас-Сити-бэнд» «Канзас-Сити-бэнд» «Канзас-Сити-бэнд». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok